Железнодорожная станция Хозяев, я просто-напросто хочу сказать, что хасанские события, это вот, может быть, уменьшенная копия Брестской крепости. Как здесь защитники всего Советского Союза отстаивали рубежи нашей Родины в 41-м году, так на Дальнем Востоке летом 38-го года, июль и август, это пролог Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Япония уже тогда пыталась захватить наши земли. И наш маленький район, Хасанский район, тогда он назывался по-светски, проявил удивительное мужество и героизм и отстоял нашу территорию. И японцы, почувствовав силу, мощь Красной армии, надолго, да и навсегда отложили свои планы нападения на Советский Союз. Вот эти события, они очень важны для всего Дальнего Востока. И где бы мы ни были, в каких городах, мы всегда встречаемся с ветеранами, мы всегда передаем. Раньше, когда мы были первый раз в Бресте, мы передали священную землю в музей Брестской крепости. А в этом году мы привезли списки защитников Белорусской Советской Социалистической Республики, которые там сражались на Дальневосточных рубежах. А почему мы вспоминаем о Сергее Никоноровиче Бамбурове? Да потому что, во-первых, ему в этом году исполнилось бы сто лет. Во-вторых, он прошел удивительный путь. Обычный мальчишка из сельской местности Оренбургской области призвался в Красную армию, служил в пограничных войсках, в Пасьетском пограничном отряде. В 1936-м его призвали. К началу хасанских событий он уже зарекомендовал себя как очень смелый, отважный и очень думающий солдат-пограничник. Он участвовал несколько раз в задержании диверсантов, причем проявил недюжую смекалку. Его заметили, послали на курсы, и он стал младшим политруком. И к началу хасанских событий он был самый младший офицерский чин и проводил очень много воспитательной работы среди солдат. И там, когда начались хасанские события, он был, говорят, очень такой сильной, недюжинной силой у него. И вот эта вот сила, она помогала ему в очень таких трудных обстоятельствах и спасала его не раз. И вот из-за один такой эпизод он и получил звание Героя Советского Союза. Вот сами современники и те, кто знал его, и кто остался жив, они говорили, что этот эпизод вот выше каких-то человеческих возможностей. Потому что это было какое-то чудо. Он возвращался с беседы с одной позиции на другую позицию. Поздно вечером, уже вечерело, смеркалось. И напоролся на отряд японских диверсантов, которые хотели уничтожить расположение наших войск, потому что это уже были последние дни хасанских событий. И для них это был очень важный вот этот вот реванш, рывок, реванш хотели взять. И он оказался у них на пути. Завязался неравный бой. Один с целым отрядом. Но это невероятно, что он не просто остался жив. Он сумел уничтожить очень много японцев из этого отряда. У него все патроны из танкового пулемета, значит, закончились. И тогда этот человек, я говорю, не дюжинной силы, он взял вот этот штык-нож и этим штык-ножом он пошел в рукопашную. Но на его счастье вот эти выстрелы услышали из близлежащих вот этих вот подразделений. И пришли на помощь. Истекающего кровью. Ран. Никто не считал, сколько у него было ран. Его вынесли. И тем самым он спас не один десяток, а может быть даже сотни вот этих вот жизней бойцов в последние дни хасанских событий. И вот его отправили в госпиталь. В госпитале он очень долго восстанавливался. И за этот подвиг, который вот даже современники считали, что это выше человеческих возможностей, он был удостоен высокого звания, указом Президиума Верховного Совета СССР, Героя Советского Союза. И удивительная судьба. Остался жив. После такого подвига его, как политрука, предложили ему поступить в политическую академию в Москве. Недолго он проучился. Началась война. И как человек, который уже побывал и который уже знает, что такое имеет боевой опыт, он писал не один рапорт. Прошу направить на фронт. Прошу направить действующую армию. Его просьба была удовлетворена как раз в самые трудные моменты. Это декабрь, ноябрь, декабрь 41-го года. Это самые страшные дни московской битвы. Он попал в дивизию генерала Даватора. Это дивизии единственные, которые конники. Конница в битве под Москвой сыграла очень большую роль. Он участвовал в боеве за освобождение Москвы. Не за освобождение, в битве за Москву. В битве за прорыв Ленинграда. Освобождал Белоруссию. И после Белоруссии начались Висло-Одерская операция, 45-й год. Освобождение Польши. И вот здесь, недалеко от границы, небольшой городок, освобождая Польский, он получил смертельное ранение. Вот почему его похоронили здесь, в Брестской земле. Вот почему для нас человек, который начал воевать там, на Дальнем Востоке, и вот так случилось, что здесь через всю страну, пройдя боевой путь, похоронен здесь. Поэтому для нас это место очень важно. Моя ночь над Краскиной, солнцем угас закат. Берег волной заласканый, и бедным сном объять. Все вместе. Только на сотке крестовой много ночей подряд Свой караул суровый будет нести солдат. Объявляется минута молчания. Посложите свети к памятникам героям. Хорошо. Пока. Пока. Продолжение следует...